Сейчас хочу немножечко рассказать про математику в дошкольном возрасте. Многие родители стараются научить ребенка в дошкольном возрасте считать от 1 до 100. Какая-то такая вот скороговорка, какое-то такое стихотворение, совершенно не понимая, что такое 5, что такое 10, 20 и 25. Родители, не спешите в дошкольном возрасте научить ребенка считать от 1 до 100. Не это важно и при поступлении в школу. Важно, чтобы ребенок понимал, что такое количество и что такое состав числа. Откуда взялось число 2, 3, 4 и 5. Научите ребенка лучше крепко понимать, откуда взялось то или иное число в пределах 10. Маленьких самых в пределах 2 лет учите составлять разные множества. Например, в эту миску собери только синие кубики, в эту миску, допустим, собери только матрешки. Не важно, что это будет, лишь бы у вас этих предметов было много и ребенок у вас мог сортировать. Доведите до ребенка, что существует 2 каких-то множества, состоящих из одинаковых признаков. Допустим, здесь только кубики, или здесь только все красное, или здесь все длинное, или здесь все съедобное. Не важно, по каким признакам. Покажите ребенку, что есть 2 разных множества и начните эти множества между собой сравнивать по величине, по размеру, по цвету. Например, создадите такое множество. Здесь 2 тарелки, а здесь 2 вилки. Эти множества группы между собой одинаковые. Здесь 2 и здесь 2. Потом уже после 3-3,5 лет, когда ребенок начнет уже считать, вы посчитайте 1, 2, 1, 2, поровну, поровну. А вдруг вилок стало на 1 больше, и теперь их не 2, а сколько? 3. Вот постихонечку, неделю за неделю учите, что было сначала 1, потом добавилось еще 1 и стало 2. Что следующее число 3 появилось от того, что увеличилось всего лишь на 1. Вот по 1 прибавляйте и в пределах 10 играйте в эти множества. Просите ребенка взять на 1 больше. Возьмите взять столько же, сколько же. На 1 больше, на 1 меньше. Доведите до его сознания, что есть такие математические понятия, как поровну. В 2-летнем возрасте пусть он на зубок выучит такие понятия, как 1, много, нет ни одного. В 3-летнем возрасте он должен взять вилок столько же, сколько, допустим, тарелок. А в 4-летнем возрасте на 1 больше или на 1 меньше. Когда ребенок ваш достигнет 4-летнего возраста, вот здесь можно ввести цифры. Цифры можно уже писать по точкам, тоже следить, чтобы правильно ребенок ваш писал цифры. Не как ему Бог на душу послал, а прям вот вверх-вниз, да, двойка сверху и вниз. Тройка тоже сверху, крючок, крючок. Четверку ни в коем случае не такую, которую мы видим с вами в книге, а вот вниз, направо и сверху вниз, чтобы она была правильная четверка. Пятерку тоже, шестерку, все цифры объясните, как правильно писать. Не оставляйте ребенка одного, чтобы он писал, как ему захочется и как вздумается. Правильно сразу же это давайте. Но раньше 4-х лет не советую вам писать цифры по точкам. Пусть он сначала поймет, что такое количество, сравнивает между собой множество и понимает, что такое 3. Что 3, и это было 2 яблока, папа принес из магазина еще одно, и их стало 3. Вот в этом пределе и крутитесь. В 3-х летнем возрасте крутитесь в пределах 3-х. В 4-х летнем возрасте доведите сознание ребенка до 5, до количества, состоящее из 5. А в 5-6-7-летнем возрасте пусть он знакомится в пределах 10. Дальше ходить нежелательно, потому что на территории Российской Федерации присутствуют десятичные системы исчисления. И дальше ребенок по аналогии поймет, что такое 21, 22 и как сделать 25. Но не спешите. В дошкольном возрасте в пределах 10. Вот, это кратко о математике в дошкольном возрасте. Если будут какие-то еще вопросы, пишите, мы на них ответим и развернем эту тему поподробнее. А на сегодня это все и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok